Я хотел бы, чтобы Запад, в том числе и Соединенные Штаты, и Европа, чтобы они не отвернулись совсем об Украине, потому что в конце концов действуют европейские институты. И есть какая-то часть американского эстеблишмента, которая поддержала Трампа, которые как бы заинтересованы в том, чтобы какие-то либерально-демократические принципы все-таки соблюдались, и которые будут реагировать на, ну вот в том числе есть реакция же на закон, а иллюстрации на закон о языках, есть европейская реакция. Но если они отворачиваются, то тогда ничего нет, никаких ограничений вообще нет. Я думаю, что американцы в том числе, значит, их мнение, их позиции там в разных как бы средствах массовой информации могут корректироваться, потому что СНН, вот даже СНН, и то, что такое было недавно, они впервые, СНН, который вообще, Обама сказал, ой, Трамп сказал, что я вообще не могу. Запретил всем членам администрации работать и давать комментарии СНН. А это СНН впервые за все время кризиса приехала в ДНР, ЛНР и дает какие-то комментарии, в эфире видео показывает, что люди думают, что там говорят и так далее. Значит, это, ну, в общем, может быть, не всем понравится, что я сказал, но я, в отличие от других, считаю, что нельзя нас оставлять совсем без присмотру. Ну, смотрите, опять кризис, опять Москва там такой виновата, опять обращается как бы с требованием к Москве заставить там, значит, ополченцев или по-разному они их называют, сепаратистов прекратить стрелять и так далее. И все говорят почти исключительно о одной стороне и о жертвах только на одной стороне и так далее, ничего не упоминают. Хотя и тут есть, конечно, некоторые нюансы, там BBC берет, фотографирует какие-то танки в Авдеевке, да, рядом с ОБСЕ. Но массовая ситуация такая, что Порошенко, который как бы не мог не знать, что будет происходить, если будут продвигаться шаг за шагом, как говорят военные руководители Украины, он скорее набирает очки, чем теряет в этой всей ситуации. Ему это выгодно, потому что он привлек внимание снова к украинскому кризису, к агрессору, как бы московскому агрессору. И это как раз то, что ему сейчас нужно. Вот мне еще один нюанс. Ну, Москва, она заинтересована вот была в этом обострении, когда она ждет переговоров с Трампом о том, как-то договориться. Ясно, что это обострение влияет на шансы, вообще влияет на позицию Трампа. Вы понимаете, на него же там сумасшедшее давление. Кто на самом деле будет давить на него? Будут давить Маккейн, который уже требует оружия разного рода, письма пишет Трампу и так далее. Он получает инициативу благодаря вот этому обострению. То есть, что уж точно не нужно было Москве, так это вот в данный момент это обострение. И не случайно пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с этим обострением, сказал, что по его мнению, значит, это какие-то там неконтролируемые батальоны, значит, все это вот делают. Вот, ну, мы же понимаем, на протяжении недели была информация о том, что есть какие-то движения в нейтралке. Украинские военные руководители говорят, что мы продвигаемся шаг за шагом, мы вот скоро будем как бы возле Дебальцевой. Ясно, что это не без главнокомандующего. Но, тем не менее, Кремль говорит, что главнокомандующий тут ни при чем. Что это значит? Она как бы оставляет шанс сохранить статус-кво, чтобы можно было потом разговаривать и так далее, чтобы, а если сейчас сказать официально на уровне как бы президента, да, что украинская власть в лице Порошенко и там генералитета провоцирует и как бы инициировала и провоцировала этот конфликт, то как бы надо как-то отвечать на это. А отвечать в этой ситуации чрезвычайно невыгодно сегодня. Надо попытаться договариваться с Трампом. Вот, мне кажется, важный момент, который показывает, кто заинтересован, а кто не заинтересован. Теперь другие темы. Значит, Порошенко, будучи, как бы проиграв, как бы все направления, там экономическое, социальное, внешнеполитическое, все кругом, вот коллеги уже говорили, даже лучшие друзья становятся как бы врагами, что-то надо придумать. Он, значит, придумывает, давайте, я буду проводить референдум по НАТО, а наши вроде как социологи, так, по крайней мере, они себя называют, социолог, ведущий украинский социолог, такая барышня есть у нас, без соответствующего образования, ну, как бы вообще, в высшей степени некомпетентно, как социолог, да? Она говорит, 70% будет, правильно сказал президент, 70% будет за НАТО и все. Ну, во-первых, данные опросов показывают, что соотношение там, ну, 39-32, 39 могут проголосовать за, 32 против. Ну, она говорит, только все же понятно, те, кто против, они не придут голосовать, и будет 70. Ну, не факт, не знаем, кто придет, кто не придет, но важно просто, что проведение... Вообще, это все, как бы, ну, пустые хлопоты. Совершенно ясно, что если бы президент таки решился провести этот референдум, то что бы это значило? Это, во-первых, он мог бы провести только на территории, которой, ну, не Донбасс, неконтролируемый, не Крым, который считается, как бы, территорией Украины. Какая легитимность этого для Украины, этого референдума? Никакая. Поскольку это, вся территория не участвовала в голосовании, да? Кстати, вот если бы Донбасс и Крым, которые Киев считает своими, если бы он участвовал в этих опросах, то там было бы не 39, а 32, а наоборот. Но дело не в этом. Дело в том, что я уверен, что он и не собирается реально ничего проводить. Значит, если и собирается, то, может быть, как запасной вариант под парламентские выборы, чтобы с каким-то знаменем, вот я первый сказал, что я буду, как бы, совмещу парламентские выборы с референдумом и победой БПП на этих парламентских выборах под знаменем, а чего? У него там, сколько, 12% поддержки у партии, а так он 40% или почти за НАТО. Может, это и подтянуть для того, чтобы какой-то шанс был. Я уже не говорю о том, что закон, который у нас есть по референдуму, он вообще противоречит Украинской Конституции. Если даже по этому закону провести, то тогда тоже это все можно протестовать и будет нелегитимно. Ну и, наконец, у нас вообще в Конституции записано, что значит, мы хотим стать частью НАТО. Это значит, что в НАТО тогда будет приниматься, НАТО будет принимать решение, ставить военную базу на Украине или не ставить. Это уже, как бы, не функция, как бы, Киева. То есть он соглашается таким образом автоматически. Но у нас в Конституции в первом разделе записано, что никаких иностранных военных баз на территории быть не может. А чтобы изменить первый раздел Конституции, это очень сложная процедура, значит, 300 голосов и не сразу, и долго, и референдум надо проводить только по этому вопросу. А уже потом ставить вопрос, то есть снять это ограничение, а потом ставить вопрос о НАТО. Все это курам на смех. Ну вот, или там этим самым конфетам на смех Петра Алексеевича. Что еще я хотел сказать? Ну что-то надо с этой блокадой делать. Значит, я не знаю, в какой вот сегодня конкретной ситуации, потому что я так понял, что некоторое время уже они не пускают там вот эти вот составы, которые возили антрациты, все. Значит, если это и дальше будет так, то мы можем через месяц оказаться в ситуации веерных отключений. У нас не будет просто электричества в части страны временами, потому что без этого угля нельзя выжить. Это как бы власть говорит, это неправильно, вы не можете, не имеете права это делать. Это даже какое-то уголовное дело вроде завели, что? Ну вот Виктор Владимирович Медведчук говорит, ну покажите, что вы что-то делаете, так сказать, ну как-то же надо же спасать ситуацию. Нет, но зато Фейсбук, я вспомнил, что его, как это называется? Заблокировали? Заблокировали, навсегда. Ну, замечательно. Это смешно, конечно. Я иногда же смотрю в Фейсбук, к тому же такое можно прочитать. Ну просто, ой, я уже про мат не говорю, а про то, что думают там про украинцев, про русских, и ничего. А что такое Медведчук, чем этому нашему Цукербергу? Ну, так что это все происходит на как бы наращиванием какого-то беспредела, понимаете, который угрожает уже не просто там каким-то политическим группам, то есть оно угрожает как бы рядовым гражданам. Мало того, что у нас что происходит? Значит, растет фантастическими темпами, растут неплатежи от коммунальных услуг. Люди не могут платить. Значит, к чему это приведет? Я думаю, что эти как бы организации, которые заломили эти цены, они, ну, по идее, они должны стать банкротами. Раз им не платят, значит, ну как, они не могут выживать. Значит, они должны отключать электроэнергию или там тепло и все такое.